Итак, мы начинаем, стартуем такую тену, вроде бы не учебную, но, тем не менее, она сейчас очень актуальна. Про геймдев профессии не только. Я попробую сделать так, чтобы нам было весело, но дальше как пойдет. Поскольку мы будем говорить про геймдев, геймдев это такой акроним с английского языка, разработка игр. Мы поговорим сначала о том, что есть игры, и дальше разберемся, что это нам дает как педагогам в школе и не только. Привет, я Воля. Я сразу со своим аватаром. Поскольку игры, значит мы немножко попробуем поиграть. Но обычно я задаю такой вопрос, почему я делаю то, что я делаю, почему именно я и почему я здесь. И, отыскивая ответы на эти вопросы, я взяла пару пунктиков из того, что я сейчас экспериментирую с самопредставлением, с самопрезентацией. Первое, что я всегда говорю, я говорю, что я айтишник, потому что я выбрала свою профессию программирования вообще еще только в 13 лет. Это было очень давно. Но и с тех пор ни разу не разочаровалась, а наоборот все время очаровываюсь тем, как все это происходит. И сейчас я конкретно занимаюсь творческим программированием, и мне это помогает понимать и любить информационные технологии и все, что вокруг этого. Тем более, что айтишка вошла в нашу жизнь надолго и надежно. Не знаю, когда-то это изменится в другую сторону или нет, но сейчас факт остается фактом. Мы живем в той среде, которую уже можно назвать айтишной. На каждом шагу мы используем те или иные технологии. По профессии я программист и очень люблю программирование. Я люблю писать программы, но, к сожалению, в разработке такой вот серьезной, полноценной я участвовала только лишь как наблюдатель, а не как такой активный разработчик. А разрабатывала только сама, когда-то даже зарабатывала, создавая веб-сайты. Я ученая-исследователь и экспериментатор. Я кандидат технических наук и доцент. Я много работала в вузах и занималась преподаванием всевозможных айтишных дисциплин от искусственного интеллекта до компьютерной лингвистики. Ну и, естественно, кандидат наук, значит, я писала статьи, изучала диссертацию. И вот этот дух экспериментаторства, дух исследования так в меня вселился, что до сих пор не отпускает. И как-то я вплотную столкнулась со средой, которая называется GNDF, с разработкой игр. Игры всегда меня интересовали. Ну, в принципе, программисты, когда начинают писать интересные программы, они начинают писать игры, писать код для игр. Поэтому об играх я знала уже давно, но я не геймер. То есть я не особо так играю и никого не собираюсь сейчас пытаться уговаривать, играть и выиграть, там, и всё такое. Это самое лучшее, что может быть в жизни. Нет. Но, тем не менее, как объект исследования для меня игры стали всё более и более интересны, и я своими исследованиями делюсь. Ну и я романтика и мультипотенциал, потому что мне много чего ещё интересно. Я люблю наблюдать за природой, я люблю находить какие-то общие вещи между совершенно вроде бы непохожими вещами. И это всё воплощать в жизнь в виде своих каких-то наработок, в том числе для своих учеников и для коллег. Итак, что же такое игра? Можно, если у вас есть возможность и желание погуглить, поискать определения. Несколько из этих определений я частично процитировала здесь, но моя задача не в том, чтобы дать точное определение, а в том, чтобы разобраться, что же это такое. И здесь я выделила несколько ключевых слов. Игра – это деятельность, которая интересна, которую хочется выполнять. Это деятельность, которая помогает нам в самовыражении, в получении удовольствия. Это деятельность, которая помогает нам приобретать определённый опыт и даже много чему учиться. Но игра – это ещё и имитация. То есть это некая модель, которая имитирует нечто, что может быть в действительности. То есть, грубо говоря, это не совсем всерьёз. Какие основные составляющие игры, кроме тех, которые были перечислены? Самая главная составляющая этой эмоции – развлечение – это то, что привлекает всех, но и отталкивает некоторых скептиков, что сплошное развлечение, а когда же будем серьёзными делами заниматься? В игре есть мотивационная составляющая, которая абсолютно очевидна. Есть так называемые уровни, которые связаны с различными испытаниями и наработкой так называемых скиллов. То есть что-то усваивается, что-то изучается и нарабатывается. В игре всегда есть элементы исследования, познания, обучения. Всегда любая игра чему-то учит. Какой бы она ни была, потом мы будем говорить о том, какие они существуют. Так или иначе, игрок занимается исследованием, так или иначе, он приобретает какие-то новые знания. И, конечно же, в играх есть очень много элементов коммуникации. Всё это происходит в лёгкости и непринуждённости. Как сам объект исследования, я считаю, что льва-игра – это своеобразная микромодель окружающего нас мира. То есть так или иначе, мы пытаемся, если мы играем в какую-то игру, либо создаём эту игру, воспроизвести какую-то часть либо окружающего мира, либо вымышленного мира и реализовать в нём те функции, которые нам хотелось бы либо приобрести в реальном мире, либо, скажем так, отвлечься от реального мира и фантазировать на случай того, что может быть лучше, больше, интереснее. И когда я опрашивала своих первых учеников, а почему им так нравится делать игры, первый ответ был всегда – об играх можно сделать всё, что угодно, то, чего нет в жизни. Игра – это всегда проект, и мы будем говорить об игре как о проекте, именно об игре как объекте, который мы попробуем представить себе, что мы его создаём вместе с учениками, либо сами для себя. И создавая эту модель, создавая эту игру конкретную какую-то, каждый из вас попробует сегодня, я надеюсь, представить этот процесс, мы реализуем межпредметные связи. Я о межпредметных связях более детально буду рассказывать далее. Итак, основополагающий принцип игры или принципы – это эмоции. Эмоции бывают самыми разными, что такое эмоции, возникает вопрос, что они нам дают, какие существуют, как управлять своими эмоциями и как управлять кем-то или чем-то с помощью эмоций. И вот разработчики игр, они знают об этом всём в той или иной мере и умеют управлять эмоциями, или точнее с помощью эмоциями управлять игроками. То есть игрок настолько вовлечён в игру, что не может оторваться именно в том случае, когда разработчик продумал кривую эмоций, продумал баланс. Когда наряду с удивлением, удовольствием, фаном, тем, что вызывает интерес, увлекает, есть ещё и такие эмоции, как разочарование, огорчение от неудачи. И вот поддержка баланса, когда меняется состояние от какого-то интереса, увлечённости к поиску, получению удовольствия и, возможно, даже какому-то выплеску суперпозитивных каких-то эмоций, разработчик продумывает так, чтобы потом наступила некая стадия разочарования, какой-то такой кривая эмоций сначала пошла вверх, потом пошла вниз. Можете себе представить такую кривую. И вот когда очень хорошо продуман баланс игры, игроку действительно интересно преодолевать, он справляется с какими-то препятствиями, и это его именно и увлекает, это его интересует, а не только сплошное удовольствие. Когда одно сплошное удовольствие, это не очень интересно, ну, по крайней мере, теоретически, практически, конечно, в разных ситуациях бывает пора. А я предлагаю ещё расширить понятие игры на всю нашу жизнь и жизнь игра. Очень часто меня эта метафора спасает, и когда я объясню какие-то сложные понятия, и когда я пытаюсь, ну, скажем так, расслабиться. И сейчас уже структурно, как вообще объект проектирования, и как объект исследования, и как мы внутри этой самой игры, мы поиграем. И я вам предлагаю сделать следующее. Три выполнить пункта. Первый пункт. Давайте попробуем каждый себе представить какую-то свою роль или какого-то аватара, которого он в той или иной игре, которую вы ещё пока не очень представляете, будете выполнять. То есть вот я, например, взяла свою любимую кошечку, и она меня вдохновляет, хотя, в общем, не обязательно быть прямо ею. Но я, допустим, за неё сейчас буду там выполнять какие-то исследовательские свои действия. Вот она услышала, что о ней говорят, и начала привлекать внимание как раз. То есть жизнь игра включилась в нашу с вами игру. Вторым пунктом нам нужно определиться с тем, где будет происходить наше действие, движение. И вот мы уже сказали, что игра – это некое действие, да, то есть это некая деятельность. Это всегда какое-то движение, оно происходит на какой-то локации, и эти локации можно рассмотреть тоже, ну, как триаду такую. Это движение на уровне тела, движение в мыслях и движение внутри процесса игрового, например, по уровням игры. И сейчас, поскольку вечер, чтобы, опять же, было веселее, почувствовали движение, я предлагаю, как аватар любимой кошечки, выполнить кошачью гимнастику, которая, в принципе, почти здесь показана. А именно вот так вот взять и потянуться. И у нас сразу с вами появится новая энергия. А новая энергия – это третий пункт, это поощрение, это игровая валюта, это наши награды. И очень много в играх бывает именно того, что наш аватар, то, что мы, скажем так, нарабатываем, мы нарабатываем энергию, мы тратим энергию. Как и в реальной жизни, да, мы потеряли за день так много энергии, нам нужно ее как-то вернуть. И я всеми силами стараюсь это сделать и для себя, и для всех присутствующих. Можно, конечно, себя поощрять и какими-то, ну, скажем так, виртуальными валютами. Например, кому-то нравятся кристаллики, кому-то нравятся монетки, кто-то любит цветочки собирать, а кто-то любит большие награды и целый там стенд с кучей разных кубков и так далее. Все это можно использовать как в реальной жизни, в игровых каких-то моментах, так и в виртуальной жизни. Сейчас мы продолжим нашу игру. Но вот если вы себе определили какую-то роль или какой-то аватар, взяли какую-то валюту, я не буду сильно вас стимулировать, но давайте попробуем на уровне хоть каком-нибудь, например, в мыслях на бумаге можно помечать вот на каждый, скажем так, слайд, давать себе какую-то награду. Вау, я это понял, вау, я это знал и так далее. Но я попробую опять же как-то немножечко вас стимулировать. Итак, какие существуют игры? На самом деле игр очень много разных. И здесь я выделила как бы таких вот две половиночки. Одна половиночка касается условно живых игр. Первая как бы часть группа условно это условно настольные всякие игры, с которыми мы начинаем знакомиться, например, играя в шахматы, шашки. Потом появляются какие-то бродилки там с кубиками и фишками. Мы бросаем кубик, передвигаем фишки по какому-то полю. Есть масса карточных игр. На карточках что-то нарисовано, и мы их выкладываем, и что-то получаем, какие-то комбинации, либо что-то заслуживаем. И у нас есть какие-то сюжеты. Есть ролевые игры живого действия или прям вот прям такие живые-живые подвижные игры, которые начинаются со всяких скакалок-догонялок в детстве, в самом-самом начале. Понятно, что когда мы говорим об игре, всегда мы сразу думаем о детях. Но на самом деле в игры играют очень много взрослых людей. И как раз ролевые игры живого действия и следующие в классификации, затем квесты, они сейчас очень популярны. Есть масса деловых игр, трансформационных игр, игр, которые применяются в психологии, в управлении. И сейчас это направление на самом деле очень-очень актуально, потому что уже никого не надо уговаривать и объяснять, что игра помогает более эффективно обучаться, более эффективно взаимодействовать, нарабатывать какие-то необходимые коммуникационные, например, навыки. Если говорить о ролевых играх живого действия, я немножко подольше останавливаюсь на этом моменте, потому что дальше я могу немножечко даже забыть, скажем так, об этом упомянуть. То вот я экспериментировала в одном проекте с ребятами разного возраста. Мы делали, сами создавали, придумывали ролевые игры живого действия в кабинетных условиях, ну и проектировали какие-то локации, но выходить на локации нам не удавалось. Делали мы это в двух контекстах. Мы делали исторические реконструкции и какие-то там дополнительные, скажем, задания внутри этих исторических реконструкций и делали с учителем истории. И с учителем литературы мы делали такие как бы ролевые игры, где давалось некое задание, основанное на сюжете какого-нибудь художественного произведения и каких-то персонажей этого художественного произведения, которые обладали определенными качествами, определенными способностями, возможностями и ограничениями. И задание для учеников было очень такое креативное, творческое, когда они должны были проиграть эти роли, даже не зная произведения, но выполнив какие-то, ну, заданные, скажем, инструкции. Это было очень интересно, живо, и потом давало неожиданные результаты, даже в коммуникации между этими участниками. Здесь же мы применяли так называемый бюджетный косплей. Бюджетный косплей, слово косплей, возможно, вы слышали, но на всякий случай расшифрую, это переодевание в каких-то персонажей. Ну, наиболее известный косплей, это вот сейчас очень многие дети, подростки, увлечены всяческими аниме, и они любят там перевоплотиться, накраситься, одеться, иной раз даже очень страшно в каких-нибудь монстриков, да, вот. А бюджетный косплей, он, ну, и это очень дорого на самом деле, чтобы перевоплотиться в какого-то такого очень насыщенного персонажа. А бюджетный косплей заключается в том, что нам нужно взять какой-то характерный предмет или какую-то часть одежды или внешности, которые характеризуют персонажа того или иного, ну, допустим, произведения или сюжета. И, например, когда у нас были исторические реконструкции, у нас там был князь, которому мы просто на плечи накинули какую-то накидку, и было понятно, ну, и что-то там на голову надели такое, похожее на корону там, или что-то в этом роде. Это был князь, как бы взяли, дети какие-то там шлемы принесли, естественно, сейчас этого добра хватает. А вот, когда мы пытались снимать какие-то фильмы, у нас был главный герой Гарри Поттер. Естественно, все сейчас фанатеют от Гарри Поттера. Ну, и я думаю, каждый из вас, вы даже можете попробовать в чате написать, какие характерные черты Гарри Поттера, да, вот как сыграть Гарри Поттера, так, чтобы сразу узнали, что это Гарри Поттер. Какие один или два там главных его атрибутов. Давайте попробуем поиграть. Очки и шрам, да, вот прям все одно и то же говорят. То есть ничего сложного и дорогого нет. Очки даже можно вырезать из бумаги, в конце концов, да. То есть это дешево, это понятно, это узнаваемо, самое главное. И это можно войти в любую роль на уроке литературы, на уроке истории, на уроке географии, биологии. В общем, сыграть роль кого угодно, вплоть до животных. Как я выбрала сегодня свою любимую кошечку, которая, наконец-то, прилегла поспать, но ушки на макушке. Ну и квесты. Квесты, это тоже я уже сказала, что очень популярная история в контексте тех же самых упомянутых уже настольных и живых игр. Образовательные квесты, где даются какие-то уже логические последовательности. Нужно выполнить те или иные задания и при выполнении каждого задания получить игровую валюту, заработать какие-то очки, достичь какого-то результата. Например, взять какую-то высоту, если мы на большой локации, где-то там, допустим, даже на пришкольном дворе. Или там по школе гоняем и выполняем какие-то задания. То есть что такое квест? Наверное, педагогам не надо объяснять, но это просто план дайк всевозможных разных реализаций и идей для любой вообще сферы деятельности. Ну и второй раздел. Это игры, так называемые виртуальные игры, электронные, назовем их цифровые. Самые популярные сейчас мобильные игры. Их догоняют, каждый раз обгоняют и друг за другом они гоняются. Онлайн игры, которые доступны тоже с любого устройства, а мобильные просто потому, что сейчас у каждого есть мобильное устройство. Немножко начинают отставать так называемые видеоигры, которые на настольных, на ПК. Да, компьютер надо устанавливать, но они тоже достаточно популярны, потому что они более насыщенные, они более качественные. И многих увлекает именно реалистичность. То, чего, например, не всегда можно достичь на мобильных или онлайн приложениях. Ну и как отдельная технология и вид игр, это игры внутри виртуальной и с использованием дополненной реальности. Это тоже то, что сейчас очень активно развивается, о чем я не могу не сказать, просто потому что я этим достаточно много занималась. И наблюдая за этой технологией, вижу, что именно в образовании, в науке эти технологии наиболее находят свой отклик и развитие. Поэтому иметь в виду эти технологии тоже имеет смысл, пусть даже в уме, если у нас нет технических каких-то возможностей. Ну и здесь классификация этих игр, она огромна, она настолько разнообразна, что все не перечислить. И очень много таких игр, которые являются смесью разных видов, разных жанров. И здесь я перечислила только некоторые всевозможные симуляторы. Это и спортивные симуляторы, и разные симуляторы гонок, и симуляторы, которые обучают вождению летательными аппаратами, к примеру. Или там симуляторы, которые обучают, с помощью которых обучают делать какие-то сложные операции. Это тоже, в принципе, игровые приложения. Разные платформеры, где нужно что-то бегать, собирать, преодолевать препятствия. Любимые детьми всякие там шутеры и файтеры, где нужно стрелять и воевать с кем-то. Стратегии, где нужно принимать массу решений, распределять ресурсы, думать, как сделать лучше, чтобы не погибнуть и так далее. Приключения РПГ. РПГ это те же самые ролевые игры, где есть возможность выбрать какого-то персонажа. И вот за счет персонажной расстановки, за счет локации, каких-то интересных историй погружаться в различные приключения и тоже там накапливать какие-то ресурсы и что-то с ними делать. Ну и достаточно тоже популярная сейчас история, это визуальные новеллы. Это все связано со всякими там и фанфиками, и аниме, и всякие разные там другие есть названия, которых я даже и не знаю, но это то, чем сейчас увлечены наши дети. И, кстати говоря, все это они любят придумывать. И это проверено на разной аудитории. Тут слайд почему-то у меня оказался чуть-чуть недозаполненный. В любой игре есть такая штука, которая называется игровые механики. То есть то, что делать там нужно, да, что там в основном делает игрок. Это исследование, это какое-то там собирательство, коллекционирование, это преодолевание препятствий, достижение каких-то целей, это проигрывание каких-то ролей, сражение с какими-то там врагами. В принципе, я попыталась перечислить почти все механики, потому что какие-то другие, они являются под частью, что ли, тех, о которых я уже сказала. Это к тому, что делать можно в играх. Я вернусь немножечко на предыдущий слайд. То есть как делать игру и вот вообще, какую ставить цель. Например, вы хотите с ребятами сделать какую-то игру, и вы думаете, что вот в этой игре нужно быть что-то исследовать, какой-то мир. Например, ролевая игра, которая рассчитана на то, что нужно пройти через какую-то локацию и что-то найти. То есть исследовать какие-то части этой локации и обнаружить какую-то цель, которая где-то там спрятана, например. Ну и так далее. Все немножечко, если надо будет, пишите вопросы. Я постараюсь тогда вернуться на слайды, если где-то очень быстро. Я стараюсь сильно не залипать на наших слайдах, время позднее. Ну и главная, как бы наша сегодняшняя задача, которую тоже постараемся быстро пробежать, но при этом немножечко подумать и себя вдохновить и увидеть, что даже если вы преподаете какой-то предмет и не знаете, что с ним делать, как замотивировать, вы увидите, что в принципе игры могут нам помочь. В ГМДФ я написала плюс, да, профессии ГМДФ плюс, потому что не только в ГМДФ есть, во-первых, эти профессии, а во-вторых, есть те профессии, которые пришли в ГМДФ, вроде бы как даже не являясь основными в этой профессии. Основные профессии в ГМДФ это геймдизайнер, о каждой из этих профессий, ну не о каждой, а об основных этих профессиях я расскажу подробнее. Это, очевидно, программист, это художник, тестировщик, саунддизайнер, тот, который работает со звуком, ну и те, которых называют менеджеры, аналитики, маркетологи, те, которые, условно говоря, сопровождают производственный процесс, без которых, ну скажем так, продукт получить будет трудно. Хотя игру можно сделать в одиночку и выполнять и роль геймдизайнера, и быть художником, и быть программистом, и самому себе менеджером, и аналитиком, и маркетологом, и тестировщиком, и сам дизайнером, если в игре есть звук. Но сейчас игры стали сложными, потому что индустрия развивается, и там конкуренция, конечно, очень высокая. Соответственно, очень много сейчас сценаристов, которые приходят из гуманитарных сфер и помогают геймдизайнерам. Это продюсеры, которые помогают маркетологам, которые продвигают проект, которые способствуют тому, чтобы он был популярным, интересным, и на нем могли зарабатывать деньги. Это люди, которые поддерживают игру. Есть такое понятие, как игра с длинным хвостом, потому что, ну, любой разработчик, который сделал свою игру, хочет, чтобы она жила как можно дольше. И вообще, если мы делаем какой-то продукт, нам хочется, чтобы им пользовались как можно дольше. Соответственно, нам нужна поддержка, если вдруг что-то сломалось, если вдруг что-то не работает, если вдруг что-то не получается. Но в основном я сейчас пока говорю, как будто бы только о виртуальных играх, ну, просто потому что я в этой сфере больше как бы задействована. Но в живых играх, которые были у нас слева на слайде, есть еще такая профессия или такая роль, как мастер игры. То есть тот, кто ведет игру. Вот я сейчас пытаюсь выполнять все роли одновременно, почти что, да, играть роль мастера игры, организую вас, предлагаю там представить себе аватар, там что-то выполнить. То есть я мотивирую, я вовлекаю в процесс. И вот, например, в настольных играх есть мастера игры, в ролевых играх есть мастера игры живого действия, где нужно управлять игровым процессом как бы извне. То есть человек, который контролирует все это, который помогает игрокам сориентироваться. А в цифровой игре мастер игры, он как бы внутри, он как бы запрограммирован, он продуман на уровне геймдизайна. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть блогеров, стримеров, которые в эти игры играют и публикуют, в том числе, например, на самом популярном ресурсе YouTube, TikTok, то, как они проходят эти самые игры. И, как ни странно, это нельзя вроде бы как назвать профессией, хотя много людей занимается именно этим, но это тоже такая действенность, которая может быть использована для того, чтобы мотивировать изучать учебные предметы. Мы говорим об играх в контексте того, что они нам, как педагогам, могут помочь мотивировать наших учеников изучать те или иные предметы. Как же мы будем это делать, зная об указанных профессиях? Ну что, поехали. Геймдизайнер. Что делает геймдизайнер, какие решает задачи? Я пытаюсь увидеть, сколько у нас времени. Целых полчаса уже я вас развлекаю. Надеюсь, что вам не грустно, не скучно. Сейчас немножко такая, вроде бы, однообразная информация, поэтому можно себя наградить как-нибудь опять еще раз на уровне тела или на уровне мыслей какой-то валютой, попить водички, что-нибудь там как-нибудь помахать ручками, головой, в общем, показать себе какую-нибудь физиономию, чтобы опять же стало веселее. Спасибо большое за комментарии. Я рада, что вам интересно, потому что, когда мы вот включаем эти эмоции, это как-то тоже мотивирует, как ни странно, да, удивительно, но факт. Итак, что же делает геймдизайнер? Геймдизайнер, вот я искала, как же его визуализировать. Я использовала для создания этой презентации ресурс, который называется Canva.com, наверное, вы многие знаете, и там есть элементы, и я пыталась найти кого-то или многоголового, но там были страшные какие-то драконы, что-то они меня не вдохновили, уже очень страшные, и я подумала, о, многорукий, наверное. Ну и вот такого вот странного персонажа я нашла, он действительно многорук, потому что он... Некоторые геймдизайнеры говорят, что геймдизайнер – это мозг игрового проекта. На самом деле геймдизайнер – это тот, кто придумывает игру, придумывает сюжет, персонажи, локации, уровни, собирает разные идеи, если есть команда, в которой есть тоже творческие люди, и он их аккумулирует, описывает эту игру, создает концепт-документ, геймдизайн-документ, ведет такую достаточно сложную, на самом деле, документацию, то есть он не просто балдеет и говорит, ух, классно, ну давайте сделаем вот такую вот игру и поехали. На самом деле он достаточно много работает с документацией. И вот то, что я говорила вам про баланс игры, про то, что геймдизайнер должен знать об эмоциях, он продумывает вот эти точки фана на кривой, вот такая вот я сейчас попытаюсь нарисовать вот эту кривую вам перед камерой прямо, да, когда эмоции вверх, потом эмоции вниз, эмоции вверх, эмоции вниз. И вот это вот кривую эмоций, на которой определяются точки фана, на основе этого рассчитывается баланс игры, для того, чтобы игрок, да-да-да, американские горки, точно, для того, чтобы игрок всегда был смотивирован, не заскучал и в то же время не ушел из игры, потому что, с одной стороны, если будет слишком легко, это плохо, слишком трудно, это тоже плохо, поэтому вот баланс, это всегда, всегда поиск равновесия, но никогда его не достижение. Он продумывает всевозможные игровые механики, базовую механику, например, если это у нас шутер, базовая механика, мы стреляем, да, если это у нас какое-то приключение, базовая механика, мы где-то там ходим, бродим, что-то собираем, рассматриваем. Он придумывает разную игровую валюту, причем разную, я вам специально показала разную, потому что можно зарабатывать энергию, можно зарабатывать кристаллы, можно получать как бы продвижение по уровням, какие-то кубки, то есть все это вместе тоже мотивирует к достижениям. И, конечно же, геймдизайнер больше всех контактирует с командой разработчиков, согласует идеи, и он действительно как многорукий такой специалист, который должен всех собрать и согласовать, чтобы они сделали не какого-то там, как почему-то вспомнилась басня «Лебедь, рак до щука», когда каждый тянет на себя, а наоборот, нормальное что-то, что другие будут воспринимать так же хорошо, как и разработчики. На правой части слайда, возможно, вы уже успели, пока я комментировала задачи геймдизайнера, компетенции геймдизайнера, и вот я сделала следующим образом. Следующие слайды будут похожие структуры, поэтому я прокомментирую. Я перечислила все компетенции, как бы основные, не факт, что все, поэтому включайтесь, ставьте себе галочки и награждайте себя своей игровой валютой за то, что вы что-то сюда добавите, или что-то уточните, или что-то уберете, например. А справа знания, умения, предметы я решила объединить в один список, потому что просто перечислять все знания, умения, которыми должен владеть тот или иной специалист, практически невозможно на одном слайде. Поэтому тоже основные выделила, которые немножечко, может быть, прокомментирую. Но прежде чем я их прокомментирую, я еще скажу о геймдизайнере, что на самом деле очень близко к геймдизайнеру такие профессии, как сценарист, нарративный дизайнер, сторителер. То есть сторителер тот, который рассказывает разные истории, сценарист, который пишет сценарии каких-то, например, визуальных новелл. Я сейчас работаю с одним человеком, который является сценаристом и делает свою игру визуальную новеллу, пишет сценарий и его реализует. Нарративный дизайнер продумывает сюжетную линию и то, чтобы было максимальное погружение в тот виртуальный или реальный мир, который связан с игрой. То есть, например, если мы придумали какое-то космическое путешествие, то нарративный дизайнер продумывает все детали нарратива. То есть какое это пространство, какие там персонажи, как это все выглядит и так далее. Это все связано с геймдизайном. И в принципе геймдизайнеры классифицируются тоже по разным видам, как и любая профессия, всегда есть разные специализации. О специализациях детально я рассказывать не буду, потому что это все-таки уже детализация, связанная с индустрией. Наша с вами задача – это понять, еще раз, фиксируя себя, чтобы не сильно увлекаться, как то, что мы делаем в школе, может быть использовано. Например, если вдруг вы после сегодняшней нашей встречи захотите с детьми не просто играть в игры, а делать свои игры, а потом в эти игры играть. Это намного интереснее. И это тоже не только я от себя говорю, а и от тех детей, с которыми я работала. Итак, геймдизайнер, он у нас обладает творческим мышлением, наблюдательность, коммуникативность и так далее, не читая подряд. И, как ни странно, помимо того, что он как бы такой весь из себя творческий, ему желательно хорошо знать язык и литературу. И чем больше он начитан, чем лучше он знает историю и географию, тем больше идей у него будет по игре. На самом деле геймдизайнеры, очень многие изучают самые разные предметы, которые связаны с... разные виды деятельности человека, которые связаны с сюжетом игры. Например, я лично знакома с одним геймдизайнером, который разрабатывал известную игру «Моя кофейня». Он изучил все виды кофе, все виды приготовления этого кофе. В конце концов, он ушел из проекта, потому что сказал, «Надоел мне этот ваш кофе!» Я знаю о нем, наверное, больше, чем кто-либо, для того, чтобы это реализовать в игре. Геймдизайнер должен знать, ну, хотя бы элементарную математику, для того, чтобы рассчитать баланс и игровые валюты, и чтобы всегда хватало всех ресурсов, их можно было заработать и потратить. Ну, а более такие специализированные геймдизайнеры рассчитывают игру еще в баланс игры по времени, там, по заработку, то есть сколько можно в игре заработать внутри игровой валюты, и сколько разработчик заработает реальных денег на тех игроках, которые будут что-то дополнительно еще покупать. То есть это на самом деле математика и экономика. Геймдизайнеру желательно уметь рисовать. И, кстати, очень многие геймдизайнеры, они именно художники, которые разрисовывают уровни, набрасывают персонажей, и даже их прямо так рисуют, для того, чтобы объяснить художникам, а что же они хотят в этой игре увидеть. Геймдизайнеры, очевидно, крутые психологи. Иначе они не сделают интересную игру, и, значит, не смогут работать с этими американскими горками эмоций. Конечно, им надо знать из новой информатики, и те геймдизайнеры, которые знают программирование, они более структурно излагают свою задачу. Но программистам быть геймдизайнеру не обязательно, поэтому это такая опция не обязательно. Но о других предметах я уже сказала. Такой вот сложный вроде бы геймдизайнер, и вы уже наверняка увидели свои предметы в этом списке. А поставьте плюсики, кто увидел, чтобы было веселее в чате. Художник. Без художника невозможно создать ни одну игру. Даже если это ролевая игра живого действия, когда мы пытались заниматься даже бюджетным косплеем, мы рисовали. Ну, даже те же очки Гарри Поттера или вот этот вот шрам на лбу, оказалось, как бы это вот, как же ты его нарисовать? Тренировались рисовать сначала на доске, а потом уже на лбу главного персонажа. Ну и прочие такие моменты. То есть мы поработали художниками. Художники бывают самые разные, и в зависимости от того, какой художник, от этого зависят и его компетенции, и те знания, умения и предметы, которые ему желательно знать. Например, есть художники-скетчисты. Это художники, которые рисуют много самых разных больших набросков, больших и маленьких, причем они в основном работают в стол. Поэтому это те художники, которые должны обладать максимальной стрессоустойчивостью, потому что очень много того, что они сделали, выбрасывается, выбирается то, что нужно для проекта, а все остальное никому не нужно. Но только лишь в портфолио самого художника. Есть художники, которые специализируются на рисовании персонажей, и разбиваются они как минимум на две категории. Это 2D-художники и 3D-художники. Те художники, которые рисуют, скажем так, вживую, красками, карандашами на бумаге, такие тоже бывают востребованными, и те, которые владеют цифровыми инструментами рисования. И, соответственно, знание информационных технологий в плане использования различных инструментов цифрового рисования, им просто обязательно, особенно если мы делаем виртуальные какие-то вещи, цифровые игры. 3D-моделирование требует и рисование персонажей, даже 2D требует хорошего знания, биологии, анатомии. Потому что если ты не знаешь, как устроено тело того или иного организма, ты никогда персонажа нормально не рисуешь. Он будет выглядеть всегда криво, отвратительно и неинтересно. Есть персонажи, которые рисуют только локации, то есть то, где происходит игра. И этим людям желательно знать и историю, и географию, которую я почему-то здесь не обозначила. Но просто так много всего нужно знать, то есть практически все предметы в школе нужно знать художнику, для того, чтобы хорошо рисовать, как ни странно. даже может быть больше, чем гейм-дизайнеру. Почему? Потому что в зависимости от сюжета игры, в зависимости от нарратива, например, мы берем историческую реконструкцию. Нужно знать хорошо историю, нужно понимать, какие там были предметы, какая была одежда, какие были традиции, чтобы не перемешать в кучу все исторические эпохи и где-то быть, скажем так, ближе к тому, что было в реальной действительности. Конечно, художник должен быть и психологом, он должен понимать, что те или иные вещи людям могут понравиться, вызвать те или иные эмоции, или не понравятся, и это продумано на уровне гейм-дизайна, то есть, допустим, какой-то там отвратительный персонаж, он должен вызывать отвращение и желание его уничтожить. Это тоже надо уметь нарисовать. Есть художники, которые рисуют интерфейс, это так называемые UI-художники, и они больше проектировщики, они даже не столько художники, сколько дизайнеры, и им нужно владеть основами черчения, они должны структурно мыслить, им нужно обязательно делать все очень по стандартам. Есть еще такие художники, которые называют техническими художниками, они рисуют спецэффекты, и этим художникам нужно знать, как ни странно, химию, например, физику, потому что, например, нарисовать красивый взрыв, или красивый огонь, или какие-то вещества, те же кристаллы, как они блестят, как отражается свет, как, ну там, взаимодействуют те или иные объекты, в зависимости от того, там, что рядом находится. Это все вот то, что относится к физике, химии, к взаимодействию, к конструированию. Я специально показала, ну, подчеркнула, что свойства какие-то вещества. Для художников-аниматоров, я здесь их не выделила, но есть отдельная такая когорта аниматоров. Очень важны знания не только анатомию, но и физику, как взаимодействуют, опять же, объекты, и если что-то там отскакивает, она должна отскакивать под нужным углом, в нужном направлении, в ожидаемом, скажем так, контексте, как мы к этому привыкли. То есть нужно уметь наблюдать, иметь воображение, творческое мышление и конструировать то, что есть в реальной жизни. Конечно, основы геометрии тоже нужны художнику, потому что если он нарушит пропорции те или иные, пространственные или какие-то еще, соответственно, будет другое восприятие. Ну и среди всех художников еще выделяется в большой команде арт-директор, и арт-директор, ну условно в кавычках, конечно, он умеет все. Он как такой руководитель, который может заменить любого художника, либо объяснить, а что от него требуется. Поэтому так или иначе, он должен владеть всеми теми навыками, которые, те или иные виды художников, которыми обладают. программист на третьем месте, не на первом. Понятно, что программист пишет код, но код непростой. Сейчас айтишка очень требовательна, нужно, чтобы программы работали на разных платформах, поэтому это код, который работает на разных платформах. Программист придумывает алгоритмы, поэтому я считаю, что профессия программистов, которые придумывают что-то новое, очень-очень творческое. Вообще любую задачу в программировании можно решить самыми разными способами, поэтому это очень творческая история. Программист занимается сборкой проекта, поддерживает его версионность для того, чтобы получить реально конкретный продукт, который уже будет потреблять аудитория игроки. Он создает программную документацию, но, естественно, он работает с исправлением разных ошибок, так называемых багов и проводит рефакторинг. Рефакторинг это совершенствование кода, то есть он постоянно, даже тот код, который написал сам, совершенствует, переписывает для того, чтобы он был более эффективным, более читабельным, более красивым. Компетенции программиста похожи на наших предыдущих специалистов. Здесь нужно и творческое мышление, но вкопе к нему, конечно же, алгоритмическое, логическое, системное, структурное мышление. И, конечно, скрупулезность, внимательность, грамотность. Если напишешь хоть одно слово неправильно, программа работать не будет. Но все знают, что программистам желательно знать математику, физику, информатику, программирование, но еще владеть языками, как минимум, английским и родным, потому что все языки программирования основаны, конечно, в основном своем на английском языке. и овладевать разными языками программирования и уметь работать в разных средах программирования. Тестировщик. Некоторые дети и разработчики, которые хотят войти в IT, они начинают с тестирования и думают, что это самая простая профессия в мире. Но на самом деле это не совсем так, хотя в игровой индустрии тестировщик больше всех играет, но он играет в ту игру, которую разрабатывает его команда, в отличие от геймдизайнера, кстати, который играет в разные игры, потому что у него должна быть насмотренность, он должен сопоставлять разные проекты и делать выводы, а какая игра лучше и почему, и потом выбирать что-то лучшее для своего проекта. А вот тестировщик играет в свою игру, в игру, которую делают разработчики. И даже если мы говорим о невиртуальной игре, то есть у нас, допустим, когда мы делали ролевую игру, мы ее разработали, у нас было тестирование нашего сценария игры, у нас был тренировочный отыгрыш, а потом итоговый отыгрыш, на который мы пригласили каких-то гостей, где мы уже перевоплотились, оделись, выучили свои какие-то роли, какие-то важные фразы ключевые, то есть мы тоже тестировали эту игру. Карточные игры тоже тестировали, когда разрабатывались какие-то карточки, нужно было продумать, чтобы был баланс игры и прочее. Поэтому тестировщик есть не только при разработке цифрового продукта. Но тестировщик, помимо того, что он в игру играет и находит какие-то ошибки, он должен уметь формировать требования, то есть как определить, что это ошибка. Ну, понятно, когда проект как бы не работает, запускаешь программу, она не работает, и все понятно, что это ошибка. А когда еще могут происходить ошибочные ситуации? Иногда вот в геймдеве, в играх бывает такая история, что игроки обнаруживают, что что-то работает не так, но им это нравится, то есть какой-то баг превращается в фичу и какую-то интересную особенность игры. Но далеко не всегда это так. То есть тестировщик должен быть таким предсказателем своего рода, он должен предполагать, а что именно может сделать пользователь, игрок, и что может пойти не так. И сформировать требования, по которым он потом придумывает тесты. Если надо, он пишет код для тестов, либо проводит тестирование вручную. Есть разные способы тестирования, есть автоматизированные, есть тестирование вручное. И он описывает обнаруженные ошибки, неточности, и передает всю эту информацию программистам, разработчикам, возможно даже художникам, потому что вдруг что-то там нарисовано не так, или анимация как-то немножко нехорошо сделана, не работает, или какой-то спецэффект начинает там выдавать не то, или не там. И вот это все поступает в команду разработчика. Так что не просто так тестировщик играет, и на самом деле на нем большая ответственность. То, что я сюда почему-то забыла включить, он должен быть очень внимательным, терпеливым, несколько раз одно и то же тестировать. Например, он нашел какую-то ошибку, отдал разработчикам, они исправили, он опять смотрит, все ли так, или что-то еще они не учли, и обратно, и так далее. То есть это достаточно такая рутинная работа. Он должен обладать продуктовым мышлением, понимать, что в итоге мы должны получить готовый продукт, и способствовать этому. И помимо математики, физики, информатики, программирования, проектирования, он тоже должен владеть и навыками психологии, и разными другими предметами, и тоже так же как гейм-дизайнер, для того, чтобы понимать, а как что-то должно работать. И, соответственно, формировать требования, и все то, о чем я сейчас уже успела сказать. Еще одна группа очень интересных разработчиков, это саунд-дизайнеры, которые могут быть и музыкантами, и композиторами, и так называемыми саундмейкерами, и есть еще такая профессия шумовик. В фильммейкере, там, где снимают фильмы, там за звуки отвечают шумовики. И, допустим, там звук взрыва, это совсем далеко не взрыв, это там щелкнули перед камерой, чем-нибудь, точнее, перед микрофоном, и услышали соответствующий звук. Можем попробовать сейчас похлопать, потопать, и услышать какой-то звук, немножко похожий на другой. Итак, саунд-дизайнер создает ТЗ на звук, он перечисляет, какие есть звуки в игре, на самые разные действия. Когда происходит некое действие, опять же, в виртуальной игре наиболее это важно, хотя, если мы делаем историческую реконструкцию, там тоже могут быть какие-то продуманные, звуковые вещи, да, там, когда у нас играет горн, или там какой-то еще там персонаж должен что-то, там, например, паркукарекать, да, например, мы сказку какую-то отыгрываем и прочее. То есть продумать, какие должны быть звуки. Саунд-дизайнер их собирает или создает, он их обрабатывает в нужный формат, поэтому он должен владеть и всеми необходимыми информационными технологиями. Он собирает в библиотеке этих звуков и музыки, потому что на самом деле достаточно трудоемкая история, и лучше, когда есть готовые наборы для того, чтобы потом их применять. И контактирует, как минимум, с гейм-дизайнером и программистом, потому что все это нужно согласовывать, какие звуки нужны, какие не нужны, как их погружать в игру, в каком месте они должны работать, как, с какой громкостью, в каких сочетаниях и так далее и тому подобное. Перечислены компетенции и масса знаний различных самых предметов. Ну и я думаю, что можно не комментировать. Вы, скорее всего, догадываетесь, почему эти предметы здесь перечислены. И можете что-нибудь еще тоже себе дозаписать, как же можно любителя вашего, например, ученика, любителя музыки, который ходит все время в наушниках и кричит где-нибудь, ходя по улице, пытаясь что-то спеть, например. То есть вы можете его замотивировать на то, чтобы он изучил, например, биологию, потому что то, как образуется звук или как какие-то звуки воспроизводят другие живые организмы, это может потребоваться при разработке игры. Ну и, наконец, менеджеры, которые управляют всем этим делом. На них максимальная ответственность. Они должны в первую очередь обладать продуктовым мышлением, потому что они нацелены на результат. Они должны всем управлять и контролировать. Они должны быть предприимчивы и коммуникабельны. Должны уметь взять ответственность на себя в любой момент, принять какое-то решение, расставить приоритеты для того, чтобы вся команда достигла результата. И он не только психолог, он и математик, и проектировщик должен хорошо владеть языком и всевозможными другими предметами, опять же, которые связаны с сюжетом игры, потому что, не зная особенностей продукта, реализовать продукт и достичь теле тоже будет не очень легко. Этот список наверняка можно расширить, но, признаюсь честно, я устала писать эти слайды, поэтому следующий слайд у нас такой резюмирующий. Мы рассмотрели раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пунктиков, но об остальных, в принципе, я частично рассказала, когда говорила, в принципе, о ГМДФ-профессиях, но я думаю, что сейчас у вас более-менее полноценная картина сформировалась на предмет того, какие, собственно, есть профессии и как они могут быть связаны с теми или иными дисциплинами школы и как можно попробовать мотивировать ваших учеников, например, составив команду разработчиков игры в контексте вашего предмета, раскидать роли или предложить каждому попробовать себя в качестве геймдизайнера чуть-чуть, в качестве художника немножко, в качестве программиста. Вот ко мне очень многие приходят, я хочу быть программистом, ну давай программировать. Ну, программисты, это же круто, айтишка у нас рулит, все крутые программисты получают кучу денег, я хочу быть программистом. Начинаем писать программу, и оказывается, никакой он не программист, а сам он настоящий геймдизайнер или менеджер. У него эти роли лучше прописываются, но основы программирования он как бы освоил, понял, что это такое, начал более логически размышлять и описывать свои идеи более структурно. Потому что геймдизайнеры очень часто такие творческие и не могут в двух словах, и точнее даже не в двух словах, а четко и последовательно изложить свои идеи. У них сразу в 25 направлениях, как вот тот многоукий персонаж, мысли летят, а рассказать о них они не могут последовательно. Поэтому программирование, оказывается, для них такая полезная история, как, собственно, и для художников, которые в последовательность действий, вот я сейчас развлекаюсь на своих каналах, пишу алгоритмы для художников, какую последовательность и что можно нарисовать. Если есть какие-то вопросы по другим каким-то направлениям, специальностям, или, может быть, я что-то не сказала, я буду очень рада вашим каким-то замечаниям, предложениям в чате. Ну и скажу вам, что мы все с вами большие молодцы, потому что мы уложились в час, и потому что вы поставили себе кучу галочек, кучу заработали монеток, набрались энергии. И мы, в общем, как бы можем даже еще раз потянуться, выполнить нашу гимнастику. Не знаю, мне очень помогает. Я как-то забыла о ней. Недавно вспомнила, меня начали спрашивать. В общем, я тут немножко тоже тренируюсь, учусь, менторю, и вспоминаю какие-то вещи, которые открывала раньше. Давайте не будем теряться, меня можно найти. А вот и мой любимый аватар! Ура! Мы проснулись и пришли. Вот так вот такое замечательное наше завершение. Меня можно найти много где. Можно на моих сайтах. Elite by scratch. Elite.net. Я в воле. И это тоже своего рода игра, потому что в белорусске меня зовут воля, и меня это очень-очень как-то мотивирует для того делать то, что я делаю. Мои два сайта. Elite by scratch. Elite.net. И есть я в Дзене. Вот на Дзене я публикую алгоритмы рисования. Есть и в Инстаграме, подчеркивание, есть и в Фейсбуке, есть такая группа Elite CPS. Есть и в Ютьюбе, правда, там я давно уже не ходила. В ТикТоке я развлекаюсь, делюсь видосиками про природу. Пока так. Может, что-нибудь еще придумаю. Ну и ВКонтакте тоже как своеобразная копия группы в Фейсбуке, но там туда как-то мне реже удается заходить. Чем больше нас будет, тем больше я буду понимать, где мне лучше представить какую-либо информацию. Спасибо вам огромное за внимание. Вижу, что все пишут спасибо. Вопросов я не вижу пока. Я буду вам очень признательна, если вы где-нибудь сможете написать, насколько вам помогло то, что вы где-нибудь сможете написать. Продолжение следует...